Альянс против эльфов. Демонстрационная игра взята с того же лан-турнира в Дании. За альянс играет СК Тодд. Эльф представляет хоррор из клана ПГ. Игра будет проходить на классической карте Lost Temple, древний храм, то есть без привычной эльфы таверны. Обычно ладерный набор карт позволяет эльфам играть на такой мапе, где присутствует таверна, чтобы была возможность использовать нейтральных героев, Повелителя Зверей в частности. На ЛТ же это просто невозможно. Просто таверны нет. Кроме того, как показала практика, сложность для эльфа в таком мэчапе против Хумана на карте Lost Temple заключается еще и в том, что на противоположных респах эльфу очень сложно уничтожить второстепенную базу Альянса. Благодаря все тем же ополченцам и водным элементалям, которые укрепляют армию Альянса уже в самом начале игры. Тем не менее, хоррор будет очень сильно стараться и играть достаточно интересно и необычно. Демка, как всегда, запаузена на 10 секунде. Мы с вами будем наблюдать за действиями СК Тодда. Туман войны выключен. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Второй построившийся рабочий у Альянса начинает сразу же возводить алтарь королей у Альянса. Первый построившийся рабочий начинает строить ферму. И алтарь и ферма строятся таким образом, чтобы четверо рабочих смогли добывать золото нон-стоп, 600 в минуту. Эльф строит алтарь и лунный колодец практически одновременно. Второй построившийся рабочий у Альянса начинает строить казармы. третий построившийся рабочий сейчас начнет закладывать ферму взгляните на грамотную застройку туда одной казармы и фермы он обезопасил своих рабочих которые будут добывать лес просто оградил их от главного входа поэтому если придет противник ему будет достаточно проблематично добраться до тех рабочих которые добывают лес эльф послал очень ранних разведчиков двух светлячков одного по другому против часовой стрелки сделан для того чтобы как только выйдет охотник на демонов demon hunter или был уже в курсе место расположения хумана хуман же посылает всего одного ополченца на разведку у него достроились казармы и в них он начинает сразу же производить футменов в ратуши нон-стоп производится рабочий хуман понимает что эльф находится на противоположном респауне а поэтому можно спокойно брать второстепенную базу эльфу будет очень сложно этому помешать пять рабочих становятся ополченцами присоединяются к одному пехотинцу и магу маг сразу же вызывает элементально чтобы пошла регенерация маны а светлячки эльфы направляются на второстепенную базу хумана чтобы задиспелить либо элементальные либо архмага в лучшем случае и то и другое но ополченцы и футмен быстро убивают первого светлячка тот диспелит но не задевает ни элема ни мага тем временем хуман начинает убивать нейтральных монстров демон хантер бежит в сторону второстепенной базы хумана второй светлячок диспелит мага отнимает у него порядка 60 маны но конечно же не задевает элемент талий дыха сворачивает в последний момент со второстепенной базы хумана решает забежать в магазин там он купит сапоги скорости маг получает второй уровень и в качестве артефакта ему выпадают невидимые стражи кстати это наиболее полезный артефакт если противник собирается вас харасить сейчас глаза ставятся просто на входе на второстепенную базу и таким образом хуман будет информирован о том когда будет подходить герой противника кстати взгляните еще на ферму который отстроил тот на главном входе она тоже выполняет роль разведчика все хуман поставил невидимого стражи на подходе к второстепенной базе дыха держит армию хумана в поле зрения и не дает отходить далеко от вторички сам при первом удобном случае заворачивать на второстепенную базу с целью убить рабочих а из катод заблаговременно начинает строительство башни если вас противник харасит и вы идете через второстепенную базу имеет смысл построить сразу же защитное крепление на ней еще один моноберн минус 50 маны у мага и начинается грейд магической башни эльф понимает что ему не светит убить второстепенную базу хумана он это понял еще когда узнал что хуман находится на противоположном респауне и поэтому он сам решил взять второстепенную базу обратите внимание на пять лучников которые стоят в хайде и дерево которое построилось наполовину сейчас хуман видя что демон хантер собирается снова пойти на второстепенную базу главной армии идет качаться все потому что вторичка уже отстроилась и магическая башня тоже почти что достроилась справиться с демон хантером ополченцы смогут без особых проблем что они сейчас как раз и делают демон хантер у которого 70 жизней вынужден убегать с второстепенной базы всю нычку хумана начала работать приносить прибыль тем временем армия хумана не теряет даром время очень оперативно качается при помощи водных элементарий охотник на демонов бежит на свою главную базу чтобы попить из колодцев он строит эльф строит охотничий зал и делает грейд главного здания главного дерева кстати хуман возводит башню и на главной базе сделано тоже по той же самой причине чтобы избежать харасса ничего не мешает демон хантеру нескольким лучником например или просто двум эльфийским героем прибежать на главную базу и начинать убивать рабочих альянсу сейчас важно просто спокойно качаться чтобы ничего ему не мешало зарабатывать деньги артефакты и драгоценную экспу сейчас демон хантер пытается помешать эльфу он бьет одного футмена но его нейтральные монстры убивают маг почти что уже 3 уровня в то время как демон хантер все еще 1 уровня он убил только одного рабочего сейчас он убьет единственного своего футмена демон хантер да а маг тем временем убил последнего тролля и заработал третий уровень теперь в него элементаре 2 уровня в это время мечка и 6 7 лучниц чистят второстепенную базу у эльфа без героя но герой соответственно получает экспу он уже 2 уровня и это его выдало хуман увидев что демон хантер просто так получил второй уровень понимает что скорее всего эльф тоже поставил второстепенную базу где-то должны происходить сражения кого-то должны были убить эльфийские лучницы и поэтому он сразу же направляется на второстепенную базу эльфа чтобы проверить свое предположение тем временем у эльфа сделался грейд главного здания он закладывает два древа мудрости чтобы производить дряд и в перспективе горных великанов хуман использует снова невидимых стражей ставит невидимый глаз на второстепенной базе эльфа начинает постепенно убивать виспов хуман сделал грейд на дефанс и теперь с выставленными щитами достаточно легко расправляются с лучниками эльфа первый лучник умер но дыха помогает лучницам одного футмена они уже убили постройка завершена хуман тем временем на базе возводит вторые казармы и почти что достроил кузню цель штамповка рифлов с двух бараков кстати в алтаре хуман тренирует в качестве второго героя горного короля выбор не случайен у эльфа все герои очень дохлые имеют малый запас жизненной силы и поэтому молоток и фокусировка огня очень эффективны против них пехотинцы пытались сейчас побить немного главное дерево это бесполезное занятие сейчас они гонят лучников отключили дефанс и благодаря этому лучники сумели убить одного футмена который отступал на базе у альянса строятся стрелки сначала в одном в одной казарме вторая почему-то сейчас простаивает а эльф пользуясь случаем сейчас нападет на достаточно сильных монстров нейтральных на голема что защищает магазин вышел маутин кинг горный король а маг бежит лечиться он сейчас купит пару свитков в магазине отвар просветления регенерации маны сразу же его читает эльф в это время чуть не потерял демон хантера на прокачке ему выпал камень маны он добивает сейчас тролли в двух казармах строятся стрелки по идее сейчас шансы и у того и другого на победу одинаковы у обоих есть второстепенные базы по одной нычке единственное отличие заключается в том что хуман построил базу чуть раньше у него преимущество по ресурсам где-то порядка 600 800 но как раз минуту лишнее он добывал золото также хуман выигрывает немного по прокачке героев у него архмаг хотя нет демон хантер уже практически догнал архимага по прокачке благодаря тому что напал именно на сильных нейтральных монстров самая главная фатальная ошибка для эльфа заключается в том что он даст генеральное сражение совсем не вовремя момент времени будет выбран неподходящий второстепенная база еще пока не дает стабильную прибыль кроме того у него не будет горных великанов демон хантера в это время ждет пока достроится лунный колодец чтобы из него попить а хуман тем временем у него армия очень солидная лимит 71 на 54 57 эльфийского 6 райфлменов порядка 8 футменов элементали вторые и пара героев он чистит тоже очень сильных нейтральных монстров ему выпадают кельталаские сапоги и сейчас он решит закупить камикадзе для того чтобы снести нычку эльфа сейчас он видит что эльф начинает чистить центр просто потому что невидимый страж стоит в центре и он незамедлительно поворачивает и бежит в центр чтобы успеть к раздаче у эльфа армия достаточно смешная у него порядка 10 лучниц 4 дриады дх получает 4 уровень он вызывает сразу же дракона все фокусируют огонь на архимаге и тут у дх остается 100 200 жизней он пьет инвул у него есть таун портал но инвул сейчас закончится и хуман очень быстро среагирует он кидает молоток и начинает фокусировать огонь на дх и 200 жизней улетают в момент дх не смог выйти из тана эльф сразу начинает панически отступать дело в том что у эльфа был портал он мог не сражаться в этой битве он мог отступить без особых проблем и дриада умирает еще но из-за того что молоток оглушил дх у которого осталось порядка двух сотен жизней и благодаря тому что хуман очень синхронно и быстро сфокусировала огонь на застуненном дх герой умер очень быстро и сейчас альянс чувствую свое преимущество идет на эльфа игра уже сыграна но по сути у эльфа были все шансы на победу здесь он очень не очень хорошо харасил но очень верно принял решение с постройкой трестепенной мечки и очень удачно кстати ее зачищал без героя при помощи лучниц и главного дерева единственная ошибка глобальная его заключается в том что он неудачно выбрал время сражения ну что ж советую вам использовать билдодер хумана если вы собираетесь идти во второстепенную базу и учтите что эльфу на лт на противоположных респаунах отбить второстепенную нычку при правильном вашем грамотном контроле при поддержке ополченцев и водных элементалей и